здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня вам хочу показать фильм о необычном советском объекте который находился на большой глубине находился он в районе ленинских гор это мгу а летом у меня был фильм по закопанному кварталу сталинскому кварталу ну сталинках которые стоят на закопанных домах это улица строителей я показывал объект гаражи якобы гаражи которые строились для этих сталинок я показывала эти дома у которых закопанные окна сталинки закопанными окнами вот это место вот улица строители вот этот квартал который я снимала летом. Показала, что он допотопный квартал. Стоит эти все сталинки, они стоят на допотопных домах. Я обошла несколько кварталов, заходила в каждый дом. Все они подают признаки именно допотопных домов. Домов, которые стоят на старых допотопных стенах. По всей видимости, такие же кварталы были. Это по типу, как в античном Челябинске. Похожий квартал. У меня целый цикл фильмов есть об античном Челябинске. Ну и вот здесь такая же система. Вот здесь вот что-то было. Мы видим очень сильное, возможно, разрушение были. И здесь никакой стройки так и не произошло. Или вообще, кто его знает, что здесь такое было. И вот он, наш, собственно говоря, университет, о котором сейчас пойдет речь, МГУ. И именно здесь находится шахта времени так называемая. Она заброшена, к сожалению. Но мы сейчас все посмотрим. И что интересно по этому месту. Здесь у нас Лужники, река Москва. От МГУ. Ну, все знают МГУ, высотку МГУ. Обратите внимание, здесь идет прямая линия, конструктивная, архитектурная, ландшафтная линия. Она идет по центру, примерно по центру дуги реки. Река здесь выходит. Эта линия, я думаю, не случайна, потому что исторически здесь строили здание, как нам говорят, здание храма Христа Спасителя. В 1820 году приблизительно проект этот был основан, очень затратный был. Для него, оказывается, делали канал Москва-Волга. Вот когда делали канал Москва-Волга, по крайней мере, это официальные данные для того, чтобы доставлять материалы, стройматериалы. Много барж сделали, то есть очень затратный финансовый проект, но так он и не был выполнен, потому что, ну, якобы из-за того, что здание было огромным, и оно давило своей тяжестью, и должно было... Здесь же у нас получается, ну, на карте это не видно, но здесь огромная высота, это же Воробьевы города, да? Вы по старым фильмам можете посмотреть, советским даже фильмам, довоенным, сердца четырех, там как раз вид показан со старых Воробьевых гор, когда еще не было МГУ, потому что он был после войны построен, и, кстати, старые фильмы советские, довоенные, особенно которые на натуре, они очень много передают, можно их смотреть как хронику, по крайней мере, на Москву, которая была до войны, и тогда еще и не было Лужников, ничего не было, но это место уже было, сюда люди приезжали, здесь люди гуляли, наверное, не случайно, ну и ресторан здесь был до революции известен, а может быть здесь еще что-то было, может быть оно сохранилось, может быть какая-то связь с этим МГУ идет, я просто подозреваю, что по этой линии идет подземная какая-то связь вот с этим зданием, а еще одна историческая справка, которую мне удалось найти, когда я готовилась к фильму, у меня две серии есть пока фильмов о войне 1812 года, о лжеофициальной истории по этой войне, о несостыковках несостыковках по этой войне, и у меня встретилась такая информация, что выбирали место битвы, ну не Бородинское поле, а изначально где-то здесь, выбирали место битвы, и на картинах это вот пологое что-то, совершенно другая местность, нежели та, которая сейчас, не похожа на ту местность, которая сейчас, ну и поскольку, по моей версии, засып городов после ядерной войны, как дезактивация, и Москвы, в том числе глины, все это засыпано, а здесь тоже сплошная глина, огромные метровые слои глины, засыпаны вот эти кварталы, город здесь был, по моей версии, это происходит в 1860 году, одномоментный, быстрый засып жидкой глины, поэтому здесь могли быть здания, и остатки этих зданий, вот это здание, по всей видимости, и сейчас есть под этой горой, и оно поддерживает, в общем-то, этот склон, он не опускается, он не осыпается, ну а сейчас там и дачи тоже правительственные были, и до войны, и после войны, здесь вот именно закрытая вся такая территория, ну и вот я предполагаю, что здесь есть подземный ход, и может быть не один, под всеми этими кварталами, но вот здесь вот он просто прослеживается, ну логически, уже зная, скажем так, конструкторские дела, архитектурные, ландшафтные, с большей частью уверенности, предполагаю, что там есть подземный ход, и возможно, то здание МГУ, которое оно сейчас стоит, оно тоже не на пустом месте изначально стоит, вот этот храм изначально Христа Спасителя, академика Витберга, масона 1817 года, вот это огромное сооружение, которое предполагало, что оно будет высотой 200 метров, ну как видим, что за ним нет какой-либо горы, стоят деревья, но горы какой-либо нет, вот тех самых Воробьевых гор нет, вот она, река Москва внизу, и нет вот этой огромной насыпи. Я предполагаю, что это здание-то осталось, они что-то построили, тем более сейчас, кстати, появилась новая информация, Википедия по строительству Храма Христа Спасителя, который не было еще пару лет назад. Вот если убрать всю лирику и взять суть, которая меня интересует, вот этот храм на Воробьевых горах, что здесь будет пантеон погибших, колоннада из 600 колонн, выполненных из трофейных пушек, а также памятники правителям, видным полководцам. Ради утверждения проекта Витберг перешел в православие, а сам он был масон, масон написали, такого раньше не писали, про масонство, сейчас стали писать. Огромное сооружение. И вот по поводу этого строительства, какая появилась новая информация, за которую меня, в общем-то, гнобили некоторые товарищи, жители города Дубна. У меня есть несколько фильмов по городу Дубне о том, что канал Волга, Москва-Волга уже был, и что в 30-е годы советского строительства они откапывали и расширяли этот канал, и уже построили водохранилище. За это меня просто там матюгами поливали местные, ну, не все, конечно, местные активисты. Они не верят, да, что город Дубна, что до этого, до советского строительства могло быть еще какое-то строительство каналов. Ну, вот сейчас вот появилась вот эта информация, которой не было. Однозначно, что в 1825 году высочайшим повелением было приказано соединить Волгу и Москву-реку для доставки каменных материалов к строительной площадке. По данным Мостовского комиссия потратила порядка 278 тысяч рублей на устройство судоходства по верховью Москвы-реки и улучшение водоотводного канала. На строительство барок ушло 292 тысячи, на соединение двух рек вот, соединение двух рек все-таки произошло. Еще 123 тысячи рублей. Несмотря на грандиозные затраты, темпы работ постоянно снижались. В течение семи лет строителями не был завершен даже нулевой цикл. Строительными работами руководил сам Витберг, не имевший практического опыта руководства. Он не вел должных учетов в контроле, наряды заполнял карандашом, к подрядчикам относился излишне доверчиво. Завершить проект Витбергу не удалось. Ну, какой масон какой-то странный, какой-то совершенно наивный. Видимо, его разорили, как говорят, что он тут вообще ни при чем. Ну, и в 1925 году было остановлено строительство. То есть, какой-то часть строительства все-таки была завершена. И самое главное, чтобы был канал Волга, Москва-Волга. И мог он быть только именно там, где он и сейчас построен. Это Дубна, город Дубна. Вот, пожалуйста, подтверждение. Так что нечего там материться, рвать на себе волосы. Просто история потихонечку открывается. Вот они переобулись и добавили вот эту информацию, которой не было, я говорю еще раз, года два назад, потому что я занималась храмом Христа Спасителя. Этой темой и в связи с фильмом по поводу допотопного метро Новокузнецкая, потому что говорили, что мраморные лавки там именно из храма Христа Спасителя. Поэтому всю информацию по этому храму я штудировала. Ну, и, собственно говоря, вот это доказательство того, что историю они потихонечку все-таки подстраивают под то, что альтернативщики нашли. Я в том числе. Да, еще здесь все-таки упоминание. В качестве местоположения для храма были выбраны Воробьевы горы, которые император Александр первой часто называл короной Москвы. Раньше на этом месте находилась одна из загородных царских резиденций Воробьевский дворец. Вот он, Воробьевский дворец, здесь находился. На его ли месте или его использовали, вот тоже какая-то странность, какая-то странность. И в то же время информация о том, что здесь Наполеон выбирал место битвы, или Кутузов выбирал место битвы, либо это очередное вранье, которое просто вброс, кто-то записал непроверенный. Ну, за что купил, за то и продаю, потому что мы же не историки, доступа в архивы нам нет, не бояться настолько запусти в эти архивы, мы там такого найдем, поэтому, конечно, запускать нас нельзя в эти архивы, но и здесь мы тоже, в общем-то, вытаскиваем очень много информации, которая все-таки просачивается, вода дырочку найдет, что называется. Так, еще что-то я тут нашла интересного. Во! То, что подтверждает мое предположение по поводу того, что там могли быть подземные ходы, вот, пожалуйста, Витберг считал, что этот храм должен обладать прямоугольной формой в виде гроба. Ну, это мы опустим, да, эту лирику, это тоже, может быть, чушь собачья просто. Быть высочен в скале, где там у нас скала, и содержать катакомбы. Возможно, что вот под этой горой, Воробьевы горы, которые сейчас засыпаны этой глиной, может быть, там и есть твердая скала некая, которая содержит катакомбы. Зачем катакомбы-то этому храму Христа Спасителя? Вот вопрос. Да просто они там есть. Вот они и вписали на всякий случай, потому что, если вдруг выяснится, или что-то провалится, или кто-то там слишком шустрый найдет какие-то катакомбы, ну вот, мы уже тут прописали. Пожалуйста, вот, еще раз говорю, что это информация. Еще два года назад не было ни о каких катакомбах, речи не шло по поводу Храма Христа Спасителя именно на Воробьевых горах. Там их просто быть не могло. Какие катакомбы? Какая скала-то вообще? Тоже впервые, вот, не было никакой скалы. Почему и надо писать все в прямом эфире? Потому что они меняют. Ну, менять-то можно текст, и вот он меняется, а потом ничего не докажешь. Поэтому очень хорошо, что в прямом эфире все это мы записываем. Итак, катакомбы там могут быть, подземные ходы там могут быть. То, что они называют катакомбы, это могут быть тоннели, подземные коммуникации, ну, и вообще подземелья, подземные строения некие, потому что Москва – это слоеный пирог подземный. Конечно, ни о каком культурном слое речи не идет. Это все абсолютнейшее вранье, потому что сейчас уже масса информации того, что Москва действительно многослойный, очень сложный подземный пирог. Очень-очень сложный, и какова его настоящая глубина последних его слоев, никто не знает. До конца никто не знает. И даже никакие секретные органы ФСБ, они тоже этого не знают. Ни ФСБ, ни КГБ, никто не знает. Ни даже ЦРУ не знает. Ни даже Папа Римский не знает. Вот опять не удается мне перейти прям к теме-то видео, потому что я нашла еще одну подделку и должна вам ее показать. Пожалуйста, я нашла сайт, где показана картина, и посмотрите, какой-то некий FVF ОМОН, прям ОМОН, прям Тутанхомон. Даже здесь они своих пропихнули. Вид Москвы с Воробьевых гор, 1856 год. Ну и сразу меня напрягла. Вот эта дата, потому что это дата окончания, ну официальная дата окончания Крымской войны. А по моей версии, в 1860 году был засып всех городов. Одномоментный, быстрый, может быть, это шло несколько месяцев, но это заливались города жидкой глиной, чистой жидкой глиной. Ну и вот на этой картиночке, которая якобы 1856 года, и она уже, я вижу, что она не может этого быть в этом году, это может быть только позже. Ну естественно, я просто вот на внешний вид. Когда мы начинаем разглядывать, конечно, не было ничего вот этого в 1856 году. Может быть, там что-то и было, но не так. Потому что вот он стоит у нас, храм Христа Спасителя, уже готовенький и построенный. А нам, по официальной версии, он был построен в 1884 году. Ну и опять новая информация, которой раньше не было по этому храму, за которой я бы зацепилась. Пожалуйста, они уже нам сюда, ну они четко реагируют, на мои фильмы в том числе. Сюда сейчас вписана вот эта дата, ее не было. Мне просто самое смешное, прямо сейчас по ходу открываю эти вещи. Вот, пожалуйста, они его официально как записали, что автором нового проекта был назначен архитектор Константин Тон. В 1839 году состоялась торжественная закладка собора на Волхомке. Строительство началось фактически за два года до того и было завершено в 1860 году. Ага, ага. А до этого они писали, что храм строился 44 года. Вот с этого, с 1939, 44 года. И, пожалуйста, сейчас мы прямо сюда перескочим, перескочим, который на Волхомке. Вот он, с 1937 года. И, пожалуйста, период с 1837 по 1837, 1862 год под расходное строительство шли от комиссии для построения храма. Однако в 1862 году высочайшим императорским повелением было установлено ежегодное ассигнование. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И указом 25 мая 1883 года собор приняли на счет казны с ежегодной сметой. Вот 83, вот 84 год. 7 июня состоялось торжественное освещение собора. И вот у нас этот искусственный канал. Пожалуйста, соединил Москву, реку с Волгой через Истру, сестру и Дубну. О чем я и говорила в фильме. Я просто это сейчас вижу. Но этого не было ничего. Все, они вписали искусственный канал. Сейчас подправили. Подправили. Значит, я была права, когда я говорила про канал Москва-Волга, про Дубну, про искусственные каналы. Все, они стали это вписывать по ходу. Но все-таки не хватает у них соображалки, потому что они же не могут сразу весь материал подправить. Соответственно, вписав вот эту дату 1860, строительство началось, фактически было завершено в 1860 году. Еще, значит, 23 года у них тут. Все уже было завершено. А что 23 года еще делали, ребята, до вот этого года? Ну и что, собственно говоря, у них здесь прокольчик, потому что даже то, что они вписали вот эту дату, то на этой картиночке у нас стоит дата 1856 год. И вот этого храма в таком его виде, без лесов, без ничего, его просто быть не могло. Соответственно, дата эта ложная, и это, скорее всего, ОМОН, это какая-то тоже фиктивная, придуманная. Картинка эта была нарисована, скорее всего, вот именно тогда, когда был построен, это конец 19 века. И здесь она и подходит, потому что все это подзасыпан, вода это где-то пробивает себе. Если строились каналы, то это что такое вообще происходит? Где это все? Это просто разлилось, потому что все было завалено этой глиной, и поэтому вода растекалась где придется. Вот посмотрите, здесь вот стоит засыпанная какие-то вещи, там что-то под ней есть. Это все завалено, но прошло достаточное количество времени с 1860-х годов, поэтому что-то там строится, что-то восстанавливается уже к 19-му концу 19-го века, и вот у нас такая картинка. А датку-то написали неверную, поэтому вам еще править и править это все. Сколько еще таких проколов, их просто масса, их миллион этих проколов, которые будут нам попадаться. Не надейтесь на то, что это все раз и исчезнет. Нет, мы фиксируем свою информацию, мы ее множим, она у нас на разных носителей, у разных людей, поэтому все вы не уничтожите, господа лжеисторики. Ну и сейчас я перехожу к теме видео основного, потому что именно здесь находится часовая шахта, шахта, которой определяли и настраивали все время, даже мировое. Итак, мне встретился сайт подземного пространства астрономической обсерватории «Зачем под МГУ шахта метростроения третий объект?» Дело в том, что ребята, они попали вовнутрь, у них здесь сайт с картинками, полностью они свое путешествие, каким образом они попали в эту шахту времени, в обсерваторию МГУ советскую или что там было, и они снимали фильм, но дело в том, что этот фильм, его нет сейчас на YouTube, его убрали. Я не знаю, что за блок этих ребят, поэтому, чтобы эта информация не потерялась, я решила сделать видео по этой теме, тем более этот район сам по себе очень интересный район, район МГУ и Воробьевых гор, как мы сейчас убедились, там масса тайн, которые еще предстоит расследовать. До сих пор мы ни разу не прикасались к легенде настолько близко, насколько сделали это сейчас. Обычно степень участия в жизни какого-либо места ограничивается лишь посещением и созданием фоторепортажа. В этом случае все обстояло совсем иначе. Как сказал один из участников процесса откачки, здесь и сейчас мы не созерцаем историю, мы ее создаем. В одном из предыдущих репортажей космодром Байконур говорилось о том, что все начинается с идеи. Два длинных гудка, сонный голос, приветствие. Данное правило абсолютно точно распространяется на любые телодвижения, организованные нашей командой. Однако существуют такие случаи, когда большее значение имеет не сама идея, а вопросы, которые стоят за ней. Те самые вопросы, на которые ты никак не можешь ответить, пока не воплотится в реальность какая-то конкретная идея. В таких случаях можно я не знаю, что это за ребята, у них, видимо, какой-то был допуск на каком-то этапе, потому что, насколько мне известно, сейчас все очень жестко цензурировано и с диггерами, и с правилами подземных исследований и исследователей, и сейчас что-то не слышно особо каких-то сенсаций и вылазок ребят. Все перекрыто. Но действительно это стратегические объекты, и попасть туда не так-то просто. Я не знаю, каким образом эти ребята смогли исследовать эту шахту, но они ее исследовали в этом блоге. Спасибо им, что они сделали текстовые и картинки отчет своего посещения этой уникальной шахты, заброшки. С каких вопросов началась эта история? Прежде всего, он был один. Зачем под зданием ГАИШ МГУ находится шахта метростроения? Хотя мы забегаем сильно вперед. Давайте начнем повествование с того, с чего вся эта увлекательная история взяла свои корни. Давным-давно после посещения лабораторий НИИЯВ в Москве и в НИИМ в Санкт-Петербурге наша команда стала предпринимать попытки найти аналогичные этим сооружения. Информации о подобных местах в интернете почти нет, а если есть, то механизмы ее поиска настолько специфичны, что найти хоть что-то может разве что очень искушенный человек. Однако нам удалось раздобыть кое-какие наводки, и некоторое время спустя мы уже поехали проверить конкретное место РТИ имени Минца на наличие глубинной подземной лаборатории. Наводки с треском провалились, никакой лаборатории там не оказалось. Тогда было предпринято другое решение сменить тактику поиска и вместо детального изучения информации в интернете воочию переместиться в обитель науки. А где у нас такая обитель? Естественно, в МГУ. Мы приехали на территорию Московского государственного университета и проверяли абсолютно все, что казалось хоть немного подозрительным. Любые здания и сооружения способны даже мельчайшей деталью зародить предположение о наличии больших подземных площадей под ними. В основном критериями поиска были специфическая вентиляционная система или специфическая форма здания, по которой можно было бы делать вывод о наличии под зданием шахтного ствола. Кстати, и мы в своих исследованиях, когда мы гуляем по Москве, когда мы исследуем Москву, мы тоже в первую очередь обращаем внимание на вентиляционные шахты, потому что они как раз говорят о наличии подземных сооружений. На поиски в общей сложности было потрачено два дня. Один день на левое крыло и другой на правое. В это время несколько человек на велосипедах организованно перемещались по территориям университета и проверяли каждое здание. Поиски принесли плоды. Наше подземное хранилище изотопов под химическим факультетом МГУ. Оно залегало порядком глубже стандартных бомбоубежищ, но, к сожалению, глубинным объектом отнести его было нельзя. По итогам поисков мы переворошили весь университет. Во всяком случае, нам так казалось. А как же легенда о подземельях университета? Вот видите, они все-таки слышали о каких-то легендах о подземельях университета. И только что мы обнаружили о том, что, когда строился храм Христа Спасителя или что там было на самом деле, а до этого там еще была резиденция царская, то там должны были быть катакомбы. Это было учтено в проекте, эти катакомбы или подземные ходы. И вот в легендах ребята тоже слышали об этих подземных ходах. Естественно, они там есть, их там не может не быть. Но я продолжаю. А как же факты о существовании глубинных лабораторий? Где все это? Ведь их может быть больше двух. Их должно быть больше двух? Конечно, конечно. Правильно, вы правильно мыслите. Их там не то, что больше двух. Их... Мы вообще не знаем, сколько их там, этих глубинных подземелий и лабораторий на самом деле закрытых, зарезервированных или засыпанных или уничтоженных. В игру вступила удача. Очень часто она помогает с самыми разными делами. Пока мы шли к метро, не помню зачем, но зашли на территорию ГАИШ-МГУ. Казалось бы, где более нелогично искать подземные объекты, если не на территории астрономической обсерватории. Но во внутреннем дворе главного здания обсерватории мы наткнулись на, казалось бы, ничем не приметный сарай. Причем, кроме торчащего из-под потолка телефера, телефер – это такая металлическая балка, предназначенная для спуска грузов на большую глубину, недолго думая, мы перебрались внутрь сарая, однако внутри не оказалось ничего, кроме хаотично разбросанного барахла. Это сбивало с толку. Зачем обычному сараю массивный телефер? Ведь предназначение этой конструкции одно, а спутать ее с чем-нибудь другим очень сложно. Ответ был совсем рядом. У сарая оказался подозрительно странный пол. Это был дождь, этот пол, выложенный порядком позже, чем построили сарай. Недолго думая, мы решили вскрыть его. Под полом была пустота. Вот как интересно. Какая-то маскировка была, какой-то сарай, а в сарае оказывается вход в шахту. Зачем эта маскировка? Что это такое? Зачем эти секреты? Если бы были секреты, ну, сделали бы тогда более, ну, закрыли бы его, как-то опечатали. А тут какой-то сарай. Очень странно. Вот так это выглядело. Это в 2014 году было. Мы впервые спустились на дно сарая. В кавычках они берут дно сарая. Это была шахта-метро. Шахта-метро, уходящая на глубину 17 метров. В самом низу она была затоплена, а под слоем воды находился люк. Тогда и появились два главных вопроса. Зачем под МГУ шахта-метростроение? И что скрывается под водой? Вот она, эта шахта-метростроение. Причем кирпичная стена перекрывает эту шахту. И там внизу они обнаружили люк. Вот так это все выглядело. От воды ржавые, грибок, осыпается штукатурка, ржавеет лестница, заброшка. Конкретная заброшка. Сколько таких заброшек, Тайных объектов. Красный кирпич, тоже очень странно. В советское время это делалось, либо советские строители МГУ уже использовали эту шахту или что здесь было. Вот красный кирпич. В поисках ответа на оба вопроса мы вернулись в шахту с аквалангистом. И все бы получилось, если бы не тот факт, что ствол был затоплен в месте бетонной перемычки, а люк в этой самой перемычке был закрыт и наглухо впился в конструкцию бетона. Открыть его, находясь в акваланге потолще воды, было просто невозможно. На три года место было просто забыто. Вот аквалангист. Август 2017 года. На протяжении месяцев две разные команды обсуждали возможность откачки воды из данного ствола с целью получить ответы на все вопросы, которые интересовали всех. В августе 2017 года знакомый второй командой, являющейся по совместительству сотрудником МГУ, навестил данный ствол и произвел там различные теоретические замеры, которые позволили вычислить, какое количество воды находится до бетонной перемычки. К концу августа уже был подобран и куплен насос. Оставалось только одно – откачать ствол. Тем временем внутри ничего не изменилось. Все эти же ржавые лестницы и обсыпающиеся стены. Однако, когда сюда было проведено электричество, место как бы ожило. Здесь стало светло, тепло и уютно. У меня тоже вопрос, а каким образом им позволили провести сюда электричество? Или они все-таки это делали на свой страх и риск? Ну, тогда я могу сказать, что мы не пропадем, потому что у нас в стране есть вот такие потливые молодые люди и умные, и находчивые, и смелые. Вот они сделали электричество, провели, и все-таки я обращаю внимание на красный кирпич. Мне всегда подозрения вызывает. Конечно, отсюда трудно сказать, какого возраста этот кирпич? Может быть, он советский, а может быть, он досоветский. Нет такой информации, к сожалению. Ну и дальше. Дано. Затопленный шахтный ствол. Глубина от поверхности земли до бетонной площадки 17 метров. 17 метров глубина, диаметр 5,5 метра. Уровень воды до бетонной площадки 2,8 метра. Объем воды 55 кубических метров. В бетонной площадке имеется люк, горизонтальные ходки отсутствуют. Вопрос. Как откачать воду? Решение. Труба ПНД 45 метров. Насос. Максимальная скорость выкачивания 9,6 кубометров в час. Скорость выкачивания на длину трубы 8,6 кубометров в час. Длина сетевого кабеля 50 метров. Трос стальной, длина 8 метров, диаметр 3 миллиметра, зажимы для троса 4 штуки, штуцер 10 действующих лиц. Молодцы. Все расписали. Дополнительные атрибуты термосы, чаем, бутерброды, сладости, выпивка, прожектор на 1000 ватт, удлинитель, фототехника, рации и многое другое. Сентябрь 2017. Ночь первая. Две команды в составе чуть более 10 человек в полночь встречаются у главного здания МГУ. На лице каждого читается торжество и волнение. Торжество, потому что они знают, что им предстоит сделать волнение, потому что они не имеют ни малейшего понятия, с чем столкнуться. Почти вся ночь ушла на подготовку и монтаж оборудования в шахте. Сливать воду первоначально планировалось в лес во внутреннем дворе обсерватории, но из-за угрозы затопления находящихся рядом телескопов слив воды в итоге осуществлялся в ливневую канализацию. За первую ночь было откачано 16 кубометров воды 16 тысяч литров. Вам может показаться, что это много, но мы совершенно не уложились в план. Это количество воды даже не половина на пути к бетонной перемычке. Вот так это все выглядело. Откачивают. Опять этот красный кирпич. На дне ствола становятся видны поручни лестницы на уровень ниже. Электричество нам любезно предоставила сама обсерватория. Дело в том, что от самого верха ствола к зданию обсерватории ведет человеческий ходок, который заканчивается люком в полу одной из комнат здания ГАИШ. Именно в этой комнате мы и подключились к одной из розеток. Вид снизу на люк. Находчивые ребята, но без помощников конечно в таких вещах не обойтись. Без проводников. Вот это все было затоплено. Как уже было написано ранее, со светом стало очень уютно. А поскольку для освещения были использованы два прожектора по 1000 Вт каждый, а такие прожекторы жарят помещение шахта очень быстро прогрелось. Вот она эта самая шахта. Насосная, которая чисто технически должна была выполнять ту работу, за которой взялись мы, но работники МГУ все где-то продолбались. Ночь 2. Встреча в полночь. Имея опыт прошлой ночи, все проходит несколько раз организованнее. Поскольку оборудование уже смонтировано, вся работа сводится к тому, чтобы раз в час опускать насос чуть глубже. Вот так у них работа проходит. Можно позволить себе такую роскошь, как игра в карты. Отдыхают, пока насос скачает. Именно эта ночь давала участникам операции больше всего вдохновения, так как обе команды были пронизаны ожиданием, когда же насос оголит люк от воды. Ближе к утру этот момент наступил. Во время очередного перемещения насоса чуть глубже у него периодически стало вышибать шланг. Сопровождалось это все эмоциональными воплями участников команд, а также адовыми фонтанами из насоса и из шланга. Да, они еще и жизнью в принципе рискуют, по большому счету. Какая здесь техника безопасности? Все на энтузиазме, на смелости. Атмосфера на дне откаченной шахты была просто фантастическая. Ты остаешься один на один с ощущением грандиозности когда-то построенных сооружений. Чувствуешь гордость за советскую науку. А где все сейчас? Да ладно, это мы лукавим. На самом деле в этой шахте в свое время просто пропала необходимость ее использования, так как появились новые способы изучения того, чего изучали здесь, но об этом чуть позже. А вот и не факт, не факт, это самоуспокоение. А, например, тот же самый Буран, что кто-то сделал что-то подобное или получил что-то лучшее, чем Буран, который всего сделал один космический полет, а должен многоразовый челнок множество раз летать и садиться как самолет. Нет, это разрушение советской науки, то, что создал советский народ. Возвращаем шланг на место и заканчиваем оголять пол. Вот так это все происходило. И вот это шахта метро. Шахта метро, в которой, скорее всего, все-таки это кирпич, наверное, это кирпич советский, когда уже делали обсерваторию, а шахта была получается раньше. Но отсюда трудно сказать, что за металл, как это выглядит, насколько он соответствует именно советскому металлу, а не допотопному, я не знаю. Ну, будем считать, что это советская шахта. Только, скажем так, вопрос, почему она здесь была построена, никто так и не дал. Либо это должен был быть вход в метро из МГУ. Уверена, что они там есть, эти ходы, ходы и эти шахты. Ну, просто про них мало кто знает. Когда вся вода была откачана, все-все, даже те, кто был на поверхности и мониторил обстановку, собрались в кружок люка на дне ствола. Поднять его оказалось не так просто, как изначально предполагалось. Вернее, предполагалось, что это будет нелегко, а на деле это оказалось вообще едва выполнимым. Дело в том, что у люка было две ручки и одна отвалилась, еще когда за нее потянул аквалангист. А второй было явно недостаточно для того, чтобы поднять люк. Мы просунули лом, маленький зазор между люком и основанием, пытались создать рычаг таким образом, чтобы крышка люка поднималась вверх. Минут через пять она стала потихоньку поддаваться. И тут оторопели все. Толщина люка была приблизительно полметра. Таких толстых люков никто не видел даже в сооружении ЗСГО. Он был не деревянный, а массивный, металлический и плюс ко всему напрочь проржавевший. Вот этот люк. Как только нам удалось отворить и заблокировать люк, мы сразу смонтировали внутренасос. После торжества полупобеды обе команды сфотографировались на память и начали собираться, ведь на часах уже было пять утра, а значит, скоро здание над нами оживет. Ночь третья. Возвращаемся на самое дно ствола, где нас уже ждут смонтированные прожекторы и насос. Все, что нужно сделать, вылезти в здание и включить штекер в розетку. Пока один из участников процесса это делает, другие могут позволить себе немножко пофотографировать. Опять фотографируют шахту. Видите, какая глубокая шахта. И отвесная стена кирпичная. Спускаемся. Перекур. Да. Очень скоро вся вода, находящаяся на полу, ушла внутрь люка и на дне ствола стало возможно перемещаться без сапог. Вот. Откачали воду. А через какое-то время пол и вовсе высох. Но у них еще люк есть, где осталась вода. Именно третья ночь обещала дать ответ на вопрос, каких масштабов объект внутри шахты. Так как мы откачали весь ствол, оставшаяся вода будет убывать прямо пропорционально размерам помещения. Каково уже было наше разочарование, когда мы поняли, что процесс откачки ускорился. Обнаружилась и виновница торжества щель в стене комнаты, из которой в объект постепенно просачивались грунтовые воды. Хотя вряд ли ее можно назвать виновницей, ведь грунтовым водам свойственно просачиваться отовсюду. Вот они и затопили эту шахту. И неизвестно, затопили ее и оставили в таком виде и бросили, не стали эту щель ликвидировать именно из-за того, что устарело оборудование или из-за того, что это все стало разваливаться. Когда это было затоплено? После 90-х. Было решено откачивать до конца. В душе у каждого все еще жила надежда увидеть что-то большее, чем крохотная пустая комната. А вдруг есть еще один люк на дне помещения, но с каждым часом, проведенным рядом с насосом, становилось все очевиднее. Внизу ничего нет. А вот это не факт, ведь шахта же куда-то ведет, ее же не просто так строили в никуда. Или это ошибка. Вот просто ошиблись, построили шахту, а она оказалась ненужной. Такого же не может быть. Совещание. Думают, что делать дальше. Вот так это все выглядело. Какие смелые ребята. Все же это валится, отваливается, эти кирпичи отваливаются. После всей проделанной работы, когда результат уже был известен, вдохновение стимулирующий. Всех исчерпало себя. Три бессонные ночи дали о себе знать. В глазах больше не читался блеск, а была только всеобъятная усталость. Однако атмосфера подземелья все равно вселяла какое-то чувство волнения. Ну что ж, пора спуститься вниз. И вот они спускаются в этот люк. Фото с еще не убранным насосом. От пола осталось откачать приблизительно метр глубины. И полностью откачанная комната. Все стены в помещении выложены плиткой, возможно, с каким-либо научными интересами или же просто в декоративных целях. На полу имеется два отверстия. Одно для установления оборудования, другое дренажное. Последняя, по всей видимости, не справилась с 90 тысяч литров воды. Комната почти полностью пустая. Вот так это как бы последняя комната выглядит в этой шахте. Единственное, что было в этой комнате из вещей, это метла, которая простояла под водой порядка 50 лет. Вы только задумайтесь над этим. 50 лет под водой прямо под колыбелью российской науки. Так что же это все-таки за помещение такое? Из той информации, которую удалось найти до откачки. В 1954 году было завершено строительство здания Государственного астрономического института имени Штенберга ГАИШ, состоящего из главного трехэтажного корпуса с четырьмя башнями, семи отдельных павильонов и часового подвала. Чтобы окончательно подтвердить свои догадки касаемо предназначения данных выработок, наша команда отправилась в здание обсерватории и взяла интервью у одного из ее сотрудников, имя которого мы не будем разглашать во избежание возможных недоразумений. Он рассказал нам, что данный комплекс носил название «Часовой подвал МГУ» и в свое время в нем занимались уточнением эталона времени, а именно носили астрономические поправки в единицы времени. По данным, которые предоставлялись из часового подвала МГУ, в свои года корректировалось даже время на кремлевских курантах. Более подробно с интервью, а также с тем, как именно происходила откачка воды из шахты, вы можете ознакомиться в нашем фильме. Вот фильма как раз и нет. Не поленитесь, оселите эти 40 минут, эта история достойна того, чтобы ее видеть. Фильм будет опубликован в конце данного материала. Вот это последняя комната, и здесь корректировалось время, это эталон времени. Трудно представить, да? Здесь трудились, какие замечательные люди здесь трудились советские, какие они были умные, энтузиасты, но, конечно, им двигала не жажда наживая. Бизнесменам, торгашам это не понять. Вот и все, так выглядит конец. Даже несмотря на то, что мы не обнаружили внизу чего-либо масштабного, это была работа ради работы, а не ради победы. Счастливыми остались все. Мы сделали это. Мы не просто прикоснулись к истории места, а создали для этого места новую историю. Молодцы, ребята, молодцы. Однако, конец откачки не означает конец поста. В данное место в буквальном смысле снова вдохнули новую жизнь. Сперва в нем проводили научные исследования. Во время развала СССР тайно хранили мешки с продовольствием, а сейчас оно открыто для себя новую страницу истории и принимает нас, авантюристов, искателей неизвестного. Обращайтесь с ним бережно, чтобы когда-то, быть может, когда мы этого уже не застанем, там произошло нечто эпохально новое. Теперь, когда в стволе больше нет воды, можно сделать принципиально новые снимки, которые раньше было снять невозможно. Например, сесть на пол, водная гладь, если смотреть на фото ниже, была на уровне лампочки. Вот на уровне лампочки была вода. Или встать и многозначно посмотреть вверх. Или же сделать вот такие снимки снизу вверх. Раньше их тоже было нельзя снять. Вот это все оборудование в этой шахте. А сверху какой-то невзрачный сарай. И не подумаешь, что здесь такая шахта находится под каким-то сараем. Вот сколько таких невзрачных сараюшек, домушек находится над неизвестными нам подземельями инфраструктурой и советской и допотопной. Небольшой бонус панорамы, снятой на протяжении процесса откачки. Ну, круто же, да? Молодцы, ребята. Да жаль, что нет фильма. Вот, нету этого фильма, видите, недоступно. Итак, благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. делитесь этим видео, делитесь нашей неизвестной историей. И место МГУ Воробьёва Гор, оно продолжает оставаться нераскрытым. Там много всяких тайн, и они нас ждут впереди. Благодарю всех, кто поддерживает канал. С вами была Галина Конышева. До свидания. МГУ